СМИ застали Меган Маркл с миллиардером, обедающую без принца Гарри. Кто об этом написал, что известно, буду вам все в подробностях рассказывать. Кроме этого, принц отказался подчиняться королю. Какие будут последствия? Огромное количество новостей, пожалуйста, смотрите до конца. Всем привет, вы смотрите канал Дочи Ньюз. Меня зовут Альбина, давно не виделись, с праздниками вас. И давайте поскорее продолжим говорить о королевских семьях, селебрите и так далее. Пожалуйста, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И порекомендуйте нас своим друзьям, подругам. Поделитесь нашими видео, вдруг им будет интересно. И еще на канале Амур и Ройл вышел полноценный дайджест новостей. Крайне интересный, с оригинальным видео и с подробностями скандала из Монте-Сита. Эксклюзивная статья в британском журнале. Что там написали? Будете знать, если посмотрите этот ролик. Ссылку оставлю под этим видео в инфобоксе. И сейчас я хочу начать с рассказа. Будем разбираться, была ли Меган эскортницей. Миллиардеры, яхты, Эпштейн. И, кстати, Харби Вайнштейну 16 лет далее приговор вынесли. Вот, знали? Нет? Пишите. Меган очень часто обвиняют в том, что у нее очень темное прошлое. И что она занималась всем и вся ради того, чтобы познакомиться с кем-то богатым, достойным, популярным, известным. Ну, что там, какие еще есть прилагательные, не все я перечислила. Меган Маркл всегда была золотой скатеницей. Хотела быть в Алисте на вершине. Вы знаете, что Том Бауэр вывалил всю подноготную Меган Маркл. И очень интересно, какого именно этот писатель, этот эксперт королевский, мнения о прошлом Меган Маркл. И он рассказывает нам, что Меган Маркл в действительности пыталась ходить по всем этим яхтам, по всем этим вечеринкам, говоря простым языком, пыталась и была в какой-то момент своей жизни эскортницей. Это не для кого не секрет. Но ради справедливости, и каждый решает сам за себя, очень многие селебрити, известные люди, и даже в последствии политики, люди, которые решают в нашем обществе многое, занимались в своей молодости чем-то подобным, чтобы завести знакомство, чтобы выйти замуж. Ну, бог им судья. Меган также пыталась этим заниматься в молодости, но у нее ничего не получилось, сообщает нам Том Бауэр. Она ходила на вечеринки, но выделиться не смогла. Привлечь внимание не смогла. У нее ничего не получалось. И она крайне быстро разочаровалась. И они вместе с подругами сосредоточились на других вариантах. Меган на яхтах. Есть множество фотографий. Вы, скорее всего, их уже видели. Но не об этом сегодня речь. Европейские таблоиды 21 числа напечатали статью о том, что Меган Маркл, несмотря на то, что не появляется на публике, замечена на обеде с миллиардером из Сан-Франциско. Доказательства вы видите на экране. Пожалуйста, будьте внимательны. Так вот, Меган с ним обедала, потому что хотела найти деньги для своего нового проекта. И также в этих СМИ сообщают о том, что она не первый раз обедает с миллиардерами. Намекают на ее темное прошлое. И еще говорят о том, что у нее запланировано несколько встреч с миллиардерами. И рассказывают, так знаете, очень-очень поверхностно о этих встречах и о тех людях, с кем она встречалась. Но самое главное, Меган ищет себе новую жертву. Гарри ей надоел, он уже утопленник, он уже потерял для нее всякий интерес, и она хочет найти себе новую жертву. Вот такие заголовки, вот такие статьи. Миллиардер, Меган, она ищет себе новую жертву. Сегодня Нью-Йорк пост, и это очень интересно, напечатал статью. Именно сегодня. О том, что бывший друг Меган Маркл, экс-друг, она когда снималась в форс-мажорах, с ним дружила, но когда познакомилась с принцем Гарри, то перестала дружить, забыла о нем. Так его зовут Ник Эде, он давал интервью, и у него спрашивали о Меган и Гарри. И он рассказал о том, что они были уверены, и Меган, и Гарри, что они приедут в Голливуд, и все, займут высшую ступень. Никто в Голливуде с ними не сравнится, все будут перед ними трепетать, но ничего подобного не получилось. Меган поспешила избавиться от всех своих друзей, она забыла о всех, она всех предала. Он практически открыто об этом пишет и говорит. И вот, чем это все, мол, закончилось. Очень плачевно. Где она, и где, например, те же самые кардашьянцы, которых он приводит в пример. Ну и всех остальных перечислять, не будем на этом зацикливаться. Опять мы с вами слышим, видим нелестный отзыв о Меган Маркл, от человека, который знал ее с 2013 года. Но в этот момент Пирс Морган каким-то волшебным образом оказался в Австралии. И там он общался с бывшим членом парламента, Луизой Мэнш. И они вдвоем, конечно же, накинулись на сасекских. Это предсказуемо. Хочу сказать, что принц Гарри и Меган Маркл этим грешат. Тем, что они что-нибудь натворят и потом скрываются у себя в Монте-Сито. У меня два предположения. Возможно, они наслаждаются эффектом, ничего не ссорятся и смеются над всеми, над тем, как они подогрели интерес к себе. А возможно, они ругаются, режиссируют там первые полосы газет и сливают всяческие информацию о себе. Сами рассказывают о том, что принц Гарри живет в гостевом домике. Ну и вот эти все сплетни, что Меган беременна и так далее. Такое тоже может быть. Но я неоднократно замечала, что после того, как они создадут несколько громких событий, а возможно и одно, они пропадают. Луиза Менш, разговаривая с этим Пирсом Морганом, сказала, что все мы в душе сплетники. И всем очень интересно, что там этот британский принц и Меган Маркл делят. И, конечно же, судачат, особенно после Южного парка. И что, мол, не стоит удивляться, что Меган и Гарри недовольны этим мультиком. Ну и критикуют и критикуют принца Гарри, который, конечно же, не должен оставаться вместе с Меган Маркл. Такой вывод у Луизы и Пирса Моргана. Кроме этого, создатели Южного парка. Оказалось, я, кстати, этого не знала. Знали вы это или нет, обязательно пишите. Это самые высокооплачиваемые люди в Голливуде. Вот два шоураннера перед вами. Вы видите их перед собой. Они давали интервью. И, конечно же, у них спросили, о чем они думали, когда писали все это про Меган и Гарри. Ждали, какую реакцию. И они пошутили, сказали, что очень часто на них подают в суд селебрити. И что Меган и Гарри не единственные, кому не понравился мультик. Ну, правду просто сказали. Молодцы. Честные оказались ребята, в отличие от Меган Маркл и принца Гарри. Если мы с вами говорим о Голливуде, то давайте к пьяной актрисе, которая подошла к принцу Уильяму, будущему королю, и сказала, ты не хочешь случайно быть крестным отцом моей дочери. На что принц Уильям сказал нет. Хелена Боннэм Картер рассказывает об этом в очередном интервью, хвастается, можно сказать, и ссылается на то, что ее дочь осталась без такого именитого крестного отца. Мол, жаль, жаль, еще раз жаль. Но также она намекнула на то, что принц Уильям был пьян. Пьян и еще раз пьян. Она была пьяна, и он был пьян. Это расистка, это женщина, которую обвинили в расизме буквально месяц назад. И она уже вернулась, как ни в чем не бывало, к своей работе. Это про Меганские СМИ пишут. Заголовок вы видите на экране. Сьюзан Хасси была напоминальной службе и была вместо королевской принцессы, принцессы Анны. Я напоминаю для тех, кто не знает, что Анна летала в Новую Зеландию и выполняла свои непосредственные обязанности. И Сьюзан Хасси колет глаза всем тем, кто все-таки считает, что в королевской семье есть большое количество, буквально тонны расизма. Вот. Это мой блог, и я здесь говорю все, что захочу. Есть несколько людей в Великобритании, которых я терпеть не могу. И вот этот Бен Уоллес, министр обороны, за что его любить, он выпендрился и сказал о том, что принц Гарри должен был закрыть свой рот, что он подставил своих друзей, которые с ним воевали, что он неудачник, который не может держать язык за зубами. То же самое я могу сказать о многих в правительстве Великобритании. Она будущая королева, принцесса Эстель. Посмотрите, какая необыкновенная красотка. Девочка очень подросла за этот год. Выглядит совершенно взрослой, а ей всего лишь исполняется 11 лет. Поздравляем шведскую принцессу, дочь. Крон принцессы Виктории и Даниэля с днем рождения. И вы, конечно же, присоединяйтесь. Согласитесь, принцессы в Европе прям красотки. Принц отказался подчиняться своему старшему брату. Король хочет выселить принца Эндрю из Виндзора. Все прекрасно знают эту историю. Но принц Эндрю сказал своим друзьям, что он не собирается ему подчиняться. Об этом не может быть и речи. Что он не думает, что тот посмеет прийти и выволочь его за шкирку. Как вы понимаете, скорее всего, этого не будет. Как именно он будет воздействовать на принца Эндрю, который отказывается выселяться? И у принца Эндрю также есть на это причины. Я потратил 7,5 миллионов фунтов стерлингов на ремонт. Я плачу аренду. Я не живу здесь просто так. Это слова принца Эндрю. 75 лет аренды. У него есть договор на руках. Ну и, конечно, братские отношения. Принц Эндрю просто не верит в то, что тот посмеет. И хвастается друзьям, что не собирается его слушать. Что вы об этом думаете? Понимаете, он не живет там просто так. Он сделал ремонт. Он всю жизнь там прожил. А теперь пришел, значит, этот король и говорит, выметайся. Отношения между двумя братьями, на мой взгляд, ничем не лучше, не хуже. Вообще находятся в той же степени напряженности, что и между принцем Уильямом и Гарри. Как вы считаете, сравнимо или нет? И возвращаясь к принцу Эндрю. Дело в том, что Сара Фергюсон, как вы помните, купила квартиру в Лондоне. Пять миллионов или четыре с половиной, я уже так точно не помню. Но, тем не менее, теперь они говорят о том, что раз они проводят все время вместе, это уже догадки СМИ, и так хорошо ладят, имеется в виду Сара, конечно же, и Эндрю, то пусть он выселяется из Виндзора и в эту квартиру прямиком, которую купила Сара. Пусть живут вместе. Что вы об этом думаете? Очень даже интересно узнать. Идите в комментарии и пишите. Но и это еще не все. Принц Эндрю говорит, что он ни за что, ни при каких обстоятельствах, не выселится из Виндзора, кроме одного обстоятельства. Уже догадались какого? Нет? Даю вам время. Шучу. Так вот, он имеет в виду, что король вернет ему все те деньги, которые он потратил на Виндзор за все это время, а сумма там исчисляется в миллионах. В этот момент приглашенный юрист рассказывает о том, что это будет просто нонсенс. И точно монархия рухнет, если король пойдет и подаст в суд на своего брата, если он будет требовать его выселения, потому что Эндрю не подчиняется. Ну, я не знаю, и Джуфре, и Эндрю, и Уильям, и Гарри, все перемешалось в моей голове. Кошмар, что за отношения. И, наконец, мы с вами добрались до королевы консорт. Камила выздоровела от ковида. Она провела свое первое мероприятие. У себя там в Кларенс Хаус появилась, улыбалась и даже шутила на тему ковида. Сказала, что вот, наконец-таки, я от него избавилась, я стою перед вами. Также она говорила о детских книгах и о том, что сейчас пытаются их переделать, переосмыслить, написать, прописать другим языком. Цензура книг Руальда Даля. Мы не будем этого делать, мы не должны этого делать, мы не должны переписывать книги, не должны вмешиваться в цензуру. Видео с мероприятия Камилы вы увидите в конце этого ролика. Пожалуйста, смотрите до конца. И еще, вчера было сообщение о том, что на мероприятие со своим супругом в последний момент она просто-напросто отказалась идти. То есть, сказал, что чувствует себя все-таки еще плохо. И отменили ее посещение. Явился только монарх. А сейчас, внимание, объявление. Не забудьте посмотреть наш выпуск завтра. Принц и принцесса Уэльски, скорее всего, со своими детьми посетят матч регби. Уэльс и Англия сразятся, и они придут. Интересно, за кого они будут болеть? Я помню все эти разговоры вокруг того, что принц Уэльский болеет за Англию и непорядок. Мол, лишите его этого титула как можно скорее. Помните эти разговоры? Посмотрим, что там будет. Покажем, расскажем. Обзор ожидайте. Завтра мы вам рассказывали о том, что должны пройти целых две операции. Короля Карла Густава, Швеция, переносимся туда, прооперировали, и все хорошо прошло. Крон принцесса Виктория на изготове. Так пишут шведские СМИ. Поздравляем, надеюсь, он выздоровеет, все будет хорошо. Боже, скандал и еще раз скандал. В датском королевстве не прошло все спокойно, все как всегда. Почему власть переходит к принцессе, буду сейчас рассказывать. Королеву Маргретте прооперировали. Сложнейшая операция на спине. Все якобы прошло хорошо. Но ей нужно, конечно же, время для того, чтобы вылечиться до конца. Реабилитация. Вы понимаете. Все это время, до 25 числа, обязанности регента на себя берет ее сын. А крон принц Фредерик со своей супругой. Но это еще не все. Далее вот и есть та изюминка. Они после 25 числа уезжают в королевский тур, который был запланирован заранее. Они не могут его отменить. Это очень важно. И когда они уедут, то функции регента, главы государства, будет выполнять никто иной, как принцесса Бенедикта, сестра той самой Маргаретты. Против этой Бенедикты я лично ничего не имею. Ну а как же сын? Ты тот самый Иохим. Почему не он? Неужели он отказался или ему вообще не предлагали? Мне кажется, в Датском Королевстве все-таки есть большие проблемы. Я думаю, что все мы с вами желаем им здоровья. Пусть все выздоравливают. И вам я желаю от всего сердца здоровья. На этом наш выпуск подошел к концу. Очень надеюсь, что он вам понравился. Обязательно пишите, что вы думаете по темам из ролика. Не забывайте про лайки. Они нам крайне нужны, помогают. Я их, видите, выпрашиваю. Вот такая вот вся плохая. И еще хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся, как я уже сказала, уже завтра. Не забываем про ролик на Аморы Ройал. Ссылка в инфобоксе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok